Хе-хе-хе, здоровый народ, какие дела? С вами Сергей Халге, вы смотрите канал Хелпплей, и я надеюсь, вы пришли посмотреть очередное приключение, правильно? Я уверен, вы пришли именно за этим, подготовились, взяли наверняка чаёк или другой любой напиток, возможно пивасик кто-то, кто-то кофейку, кто-то там, кто-то чайку, в общем, кто-то там, может быть газировочки. Неважно, главное, что вы со мной и пришли провести уютное время, очередное приключение Hand of Fate, друзья, по тому, как сказал нам мастер в предыдущей серии, нас ожидают действительно пуканы разрывающие каточки, вот, поэтому будем стараться пройти, давайте на счёт три, раз, два, три, бручай. Что ж, друзья, вперёд в приключения! Итак, наш следующий враг никто иной, как Дама Чумы, и у неё одно проклятие, отрицательные ауры, всякий раз, когда с игрока снимается проклятие, он также втеряет одну, один случайно выбранный предмет. Ну, на самом деле, мы почти проклятие никогда не снимаем, поэтому, по сути, пофигу, ну, как бы, окей. Но, 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 друзья, вот, касательно её чумы, вот этой дамы, наверняка её будет охранять куча всяких этих чумных парней, и это будет полный отстой, мне кажется, она нам пукана разорвёт. А, друзья, смотрите, многие мне пишут, чтобы я формировал колоду, сейчас я объясню, почему я это не делаю. Итак, причина первая, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему. Причина номер один. Я хочу неизвестности, и несмотря на то, что стандартная колода в очередном прохождении не всегда пихает прям все карты новые, которые мы достали, это и не нужно. Но часть он туда новых пихает, и этого более чем достаточно. Вторая причина, это я не хочу упрощать себе игру, объясню, почему упрощать. Многие писали, да убери ты этих крыс, типа, с колоды, ну, чумных крыс, да, вот, с которыми мы сражаемся, потому что с ними сражаться неудобно, за них часто ничего не дают, и их неотравление, вот эти трупов, да, которые остаётся, часто хп. Я не хочу себе упрощать игру, друзья, я хочу вот стандартно, хочу неизвестности, играйте вот на вашем изи-варианте сами, я не хочу, и усложнять себе ещё больше не хочу. То есть вот стандартное, самое-самое нормальное, поэтому призываю вас прекратить спамить составлениями колоды. Вот он добавляет свои карты, проклятый игрок, ого, ого, сколько он чумы шестёрок добавил! Ой, нас ждёт пукана, просто разрывающая штука. Просто шестяк! Четыре карты, вон, видите, шестёрки? Так, окей, а что у нас там? У нас там... Ага, всё, да, это я помню. Что ж, вперёд, первый ход мы делаем, и сундук с сокровищами сразу попадаем. Давайте, в самом начале, ну, да, это можно подойти к сундуку. Так, окей, две вот этих. Так, по-моему, вот это успех. Нет! Когда два раза мешает, вообще пипец, как трудно. Помещение начинает заполняться смертельным газом, попытаться уйти от газа. Так, я следил за картой. Итак, вот это наверху, так, вот она, вот она, это успех. Да. Я ушёл от газа. Вы прыгаете сквозь клубы газа и оказываетесь в безопасности. Вы подходите к сундуку. Вот это приключение. Сундук выглядит старым, но крепким. Какие сокровища могут быть внутри? Конечно, вскрыть его. Мы чё, зря, что ли, старались? По-моему, вот это успех. Да. Ну, это пипец, когда два раза мешает, очень трудно проследить. Спустя какое-то время замок подаётся, и вы получаете сокровища. Четыре карты добычи! Тридцать золота! Супер, в самом начале! Супер, вообще! Шестьдесят золота, что-нибудь купим. Так, снаряжение. Всепоглощающий стыд. Всех оружейные атаки улучшаются с помощью сильного яда, который поражает разум и тело жертвы. Супер, будем бафать себя. Ух ты, сколько золота! Просто офигеть! Когда будут проблемы? По крайней мере, есть дополнительная штука, которая нам упростит сражение с дамой чумы. Сон на постоялом дворе. Новая карта. Вы спали на постоялом дворе, как вдруг проснулись и увидели, что в ваших вещах роется разбойник. Вы вскакиваете на ноги и хватаетесь за оружие. Разбойник смеётся. Он явно пьян. Спокойно, принцесса! Тебе чего? Яблочко жалко! Он стоит, пошатываясь, сжимает в руках украденное яблоко и несколько монет. Вы хватаете его за руку и получаете удар в лицо. А девочка наша драться захотела. Разбойник снова смеётся, сплёвывает вам под ноги и отворачивается, чтобы уйти. Вы знаете, вот если бы он не сплюнул мне под ноги, я бы ему отдал это яблоко и несколько золотых монет. Ну, хрен с ним, да, покушать хотел. Но за это... Отработанным ударом вы приканчиваете его. Он успевает лишь удивлённо охнуть. Вдруг в комнату врывается дружке разбойника. Да... Пу! Пу! Просто пыль какая-то под ногами просто. Пу, блядь, на пыль! Мы с проблем вообще справимся. Давай, ребят. Ребят, вы простите, но вам капут. И всё, мы отбили прям. Хоба! Метают нам кинжалы, а! Ой, блядь, пока он приканчивал, вот эта вот анимация пока была, я не смог увернуться в этот момент, то есть нельзя было. Всё. 10 хп потеряли. И то только потому, что добивали чувака, и я не мог, ну... Он не мог парировать удар. Мы получим интересный жетон? Расправившись с ворами, вы вытираете лоб и случайно пачкаете лицо кровью, что текла с оружия. Вы оборачиваетесь в поисках кувшина с водой и видите призрака из леса. Его глаза настолько знакомые, настолько живые по сравнению с мерцающим телом, полны ужаса. Ты так легко лишил их жизни. Неужто тебя уже не спасти? Вспомни, кто ты есть. Кем ты был? Я не могу здесь оставаться. Нет сил. Не забывай меня. Вы моргаете, и призрак исчезает. Исчезают и эти глаза. А, нет, смотрите, не надо было атаковать. Понятно. Хорошо, будем знать. Гоблины, опять гоблины. Ладно, давайте поживём с ним. Ну, однажды мы проснулись. А, ещё он был не один. Ой, черепа. Шестёрка черепов. Хорошо, что она тут, на самом деле, сейчас слилась. Это шестёрка черепов, а не с кем-то там ещё. Знаете, там шестёрка черепов и ещё какие-то ребята. Разберёмся только с ними. Окей. Ого! Давай правой кнопкой пробиваем блоки! А гоблины сметят там, суки, сидят. Гоблины, что-то там тусят, непонятно, что делают. Какая шестёрка скелетов, геморройные, на самом деле. Ого, что это такое? Они уходят! Нет! Нет! Я же тебя... Вот с... А-а-а, понятно. Вот это пипец. Это, кстати, я не знал, что так долго я не исчезну. Ну ладно, они только украли, а-а-а... Насколько я знаю, они украли, по-моему, только пищу и деньги. Потому что у неё не было... Я не видел... Только с мешками они были. Я не видел с оружием каким-то или ещё с чем-то. Понятно. Да, они ничего не украли у нас из снаряжения. То есть средняя броня, корона, всё осталось. Щит, всё плащ... Да. Ну и этим из двух мы вернули. То есть всё окей. Изверистый каньон. Да, давайте спустимся. Да? Да, давайте достанем. Так. Эм... Хорошо. Ух, блин, по... Ух, вообще непонятно где. Сейчас карту боли получим. Офигеть, две причём. Так, ладно. Окей. Это не самое страшное, что могло бы быть. О, испепеляющий жар! Святость и огонь, конечно, того стоило. Немного потеряли хп, ничего страшного вообще. Так, окей. Более-менее с перевалочкой мы первый этап прошли. О, позвать жреца. Супер. Попёрли. Да. Вперёд. Сейчас, может быть, у неё купим благословение. Тож, пища у нас есть пока что. Купить благословение. Только какое? После первого получения карты удачи вы можете вернуть карту и вытянуть другую. А, ангел-хранитель. Так, а это? После первого получения карты удачи... Нет, стоп. Нет, я... Хотел прочитать, что это значит. К сожалению, облом. Я бы купил так ангела-хранителя. Видите, вот тут есть баг один. Ты когда переключаешься, он ещё показывает тебе описание первого. Вот видите, до сих пор показывает... Ой, бля. Вот говно-то. Ну ладно. Ну, критический удар тоже неплохо вроде бы. Сейчас узнаем вообще, что это такое. Потому что описание мы не смогли прочитать. Игрок наносит тройной урон оглушённым врагам. Ну... Говно. Оглушать нечем. Охота на людей-крыс. Да. Ну, четвёрка, ладно. Ещё терпимо. Давай. Есть. Хорошо, что испепеляющий жар есть. Реально офигенную комбинацию можешь делать. Пока они респауняются, сразу подбегаешь к ним. Пукаешь им огнём в лицо. Пукаешь и зажигалку подставляешь. Они в шоке вообще. О, пища. Хорошо. Так. Знатный торговец. На улицах... Так, это мы читали. Приветствую, наёмник. Я коллекционирую редкое оружие. И твоё меня очень заинтересовало. Не желаешь расстаться с ним в обмен на золото? Если честно, нет. Как жаль. Но, видимо, я сам виноват, раз решил, будто крестьянин способен распознать выгодную сделку. А? Он уезжает. А понятно, что мы получили бы жетон. Но я не хочу, друзья. Я хочу пройти всё-таки. Это подземелье. И лишаться такого круглого оружия. Так, понятно. Я господин. Двадцать. Давайте спросим. Сука! Щупаю ваше оружие на режиме. После чего резко что-то хватает. Карта снаряжения. Вот, гоблин вытаскивает большой пустой мешок. А скрывает перед вами. Ну-ка. Блядь. Ну... А чё он украл? Да, и он уходит. А чё он украл? Фух. Хорошо, что он молот не украл. Так, я не понял. А что он... А! Он у нас украл то... Артефакт. И мы за место этого получили другой артефакт. Но тот был лучше для боя. Ну ладно, будем золото фармить тогда этим артефактом. Всё. Ух ты, путешествие по морю. Новая карта. Классно. Цель вашего путешествия лежит за морем. Здорово. Поехали. Поплыли, то есть. Так. Раз, два. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Давайте рискнём. Зал мёртвого короля. Хорошо, в главном погибаемом скрепе... Ну мы знаем, две карты монстров. Всё будем поднимать. Опа, маги. О, и пыль. Давайте попробуем заставить врасплох. Ого. Где-то вот тут она. Да. Вы как молнии кидаетесь в бой, убив одного из противников. Пойдём раньше, чем вас успели заметить. Давайте, конечно, магов уберём. Чтобы не мешали. Этих-то ребят мы без проблем убьём. О, тут, кстати, ловушки. Хорошо, что мешают ловушкам эти... Эм... Ящики. Это здорово. Ну и без проблем всё. Должны ништяки одну карту добычи. Что это? О, три единицы пищи. То есть потратили раз-два, то есть на одну единицу пищи обогатились. Окей. Опа, проклятый игрок. Не нравится мне эта карта. Старый таверни у тёмного леса. Вы встречаете азартного игрока. Не желаете испытать удачу в картах? Интересуется. Он с хитрым блеском в глазах. Эм... Давайте попробуем. Вы присаживайтесь, он хитро улыбается вам. Ставки таковы. Вы выигрываете, и я дам вам что-нибудь из своей коллекции магических предметов. Если выигрываю я, я прокляну вас. Вот отстой. Да ладно, я бы не согласился. Серьёзно. А, 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 да. Ха. Да я не знал, где она. Окей. Вы проигрываете, и незнакомец говорит. Раз уж вы человек добрый, я позволю вам выбрать проклятие. Что это? Входя в новую зону, игрок получает 5 единиц урона за каждое кольцо в его владении. А это что? В последний раз, когда игроку достается карта удачи и огромный успех, он должен вытянуть также карту боли. Да нет, давайте кольцо. У меня нет кольца. Да. Просто пипец. Что, снова игру? Я не хочу играть! По-моему, вот. Пипец. Вы проигрываете, и незнакомец говорит, и раз уж... Да я не хочу играть, уёбок ты! В любом бою первый удар наносит... Пойди, тройной урон кому? Нам? Просто в любом бою первый удар наносит тройной урон. То есть что, по нам? Ну, если это проклятие, видимо, по нам. Игрок не может ничего продать. Да ради бога. Всё, я, видимо, согласился ещё раз, да? Просто случайно нажал, твою мать. О боже, маг. Нет, спасибо. Мне вообще нечего, я даже тебе продать ничего не могу. Священная кузница. У меня нет, к сожалению, ничего. Да, уйти. Это мы знаем. Вообще пустое какое-то было сейчас. Наше путешествие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Да, мы не можем рискнуть, иди сюда. Странствующий маг. Ремесленник, то есть. Здорово, мне нет денег. Заем. Так. У нас нет... Мне нет денег, прости, бро. Да твою мать. О, шестёрка. Не везёт. Хорошо, мы сейчас бафнемся, чтобы денег нафармить. О, деньжата. Мне нужны деньжата, ребят. Окей. Пятьдесят шесть золотых у нас. Что ж, неплохо. Можно купить еды. Даже не нужно купить еды. Карту добычи. Здорово. Смотрите, у меня не были не пустые. А, одна единица. Пипец. Вперёд. Да, нам нужна еда, бро. Нет, 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 блядь. Ай, Сергей Криворучкин. Да. Сейчас накупим еды, чтобы всё было у нас в порядке. Купить еды. Окей, да. Ну вот, другое дело. Давай, давай, покупайся. На всё, на всё, на всё покупай. Всё, отлично. Пятнадцать единиц еды. Теперь чувствую себя лучше. Вот будет обидно, если проход находится вот здесь. Опять. Нет, но я не буду с тобой играть. Нет, нет, нет. До свидания. Вы хоть из товарной не беднее и не богаче, чем были, когда вошли в неё. Ну, понятно. Охренеть, прикиньте, куда запихнули. Блядь, у меня... Я не буду ей давать еды, потому что мне сейчас придётся идти обратно. Нет у меня еды. Что ж, прощай, путник, говорит, жена. Ой, женщина. Блин, это пипец, я как знал. Просто как знал. Вот отстой-то, а. Давай, нам врагов бы... Так, вот стопудово вот там. Ну ладно, я пойду сегодня сюда. Так, охота на людей, кажется, отлично. Мы сейчас голдуну фармим. Ну, уже четвёрочка, уже лучше. Всё, мне нужны деньги, ребят, простите. Я понимаю, что вы не хотите, чтобы я вас убивал. А кто хочет? Никто же не хочет. Смотрите, всё попал. Жалко, это золото у нас не подбирается, когда мы вот... Вот то, что мы не подобрали, на... Ну, просто с последнего никогда не подбираешь. Потому что, как бы, игра заканчивается. Нам не дают даже возможности это сделать. Вы обыскиваете тела, но ничего не находите. Понятно. Металлическая руда. Да, мы знаем. Спуститься и посмотреть. В мраке? Да, понятно. Но мы кузни уже пропустили, к сожалению. Опа. Неплохо. Отлично. Путешествие? Да, конечно, потому что... Сесть на корабль, у нас уже нет пищи. Дева. Так, отлично, дева. Попросить припасов. Карту пищи. Отлично. Опа, десять. Этот хлеб насытит тебя на много дней. Здорово, спасибо, дева. Дева прям отлично. Борьба с людьми-крысами. А, ну вот он нам даст задание. Все земли королевства наводят люди крыс, на дорогах грабят кубцов простых путников, таких как ты. У меня нет... Нет 50 золотых, бро, извини. Я бы заплатил тебе. Мне они уже не нужны. Странствующий лекарь. Окей. Подойти к прилавку. Вперед. О, боже. Так, давайте купим еды еще. Непонятно еще, сколько нас ждет приключений впереди. Все. 20 еды, это хорошо. Я боюсь даму вот этой чумы, мне кажется, она, ну, реально, жопеньку надерет. Останки героя. А, она себя попросит отнести. Ну, это мы знаем. Забрать вещи героя. Да. Мы знаем. Нет, я экипировать не буду. Нет. А куда отнести надо? Заклятие. После пяти ходов игрок теряет. Так, возвращение героя. А, ну, да, по пути. Герой Эмбертауна. Вы следили ранее, спаси, что с ним стряслось. А, брови в край. Видимо, он недавно был в жестоком бою. Вы, ваш артефакт привлекает его внимание. Я всегда мечтал о нем, восклицает он и бросается на вас. А, защищаться. А, то есть мы с ним драться не будем. Хорошо. Вы отражаете нападение, и нападавший убегает прочь. Пипец. О, возвращение героя, да. Отдать меч. Да, и отдать щит. Две карты благословения. Здорово. Святой касание. Нежить, осмелившись нанести физический урон игроку, может сама получить повреждение. Что ж, неплохо. Искать сокровищ. Когда игрок выбирает из множества карт снаряжения и карт добычи, это число увеличивается на один. Неплохо. Правда, по-моему, сейчас уже у нас будет финальная битва, да? Да. Дамы чумы. Предводительница крыс отлично управляется скопьями. Их повсюду сопровождает тотем, распространяющий заразу и носящий вам урон. Дамы порождают тысячи проклятых, а, то... Потомков. А, потомков. Тотем, да. И защищают их феноменально, владея копьем. Блин, пипец. Предводительница крыс отлично управляется скопьями. Их повсюду сопровождает тотем, но это мы знаем, бля. Вот пипец, да. Так, тогда надо с ней разобраться сразу, наверное. Так, четверка. Хорошо, что не шестерка хотя бы с ней. Пусть будет четверка, ладно. И будем надеяться на отсутствие каких-то ловушек. Боже, у них дама выглядит, в принципе, как мужик. Ого, да там целая армия, да, кстати говоря. Поэтому... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ох, тихо. Это пипец, конечно. Ох, жесть. Кстати, где наш... А где наше оружие? Почему оно не экипировалось-то? Просто жесть. Просто пипец какой-то. Ого! Ого! Она нас присасывает! Сана Извращенко! Да ладно, ребят, но это же... Не-не-не-не-не! Блять, это полный пипец. Это полный пипец. А, еще что, надо убить эту? Офигеть! О-о-о! Мы еще и без оружия того были! Оно не экипировалось! Или мы его потеряли? Что с ним случилось? Крысам будет трудно отправиться от этой потери. Миллионы осеротевших тварей обрушатся на тебя. Ты уверен, что хочешь и дальше продолжать игру? Конечно, я же так далеко зашел, чувак! Уже все! Удар грома, тяжелая броня, камень императора, король черепов, лавка, пламя в глубине. Друзья, вот действительно сложная оказалась дамочка, и мы были на грани поражения. Припекло, припекло немного. Надеюсь, вам понравилось, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзьяшки ВКонтакте, и вступайте в группу в Steam и в группу ВКонтакте. Так что здесь канал Твич, там проходят прямые трансляции, и, конечно же, не забывайте про наши плагины автоматического уведомления. С вами был Сергей Хл. Всем счастья, удачи, здоровья, и хороших и долгих лет жизни. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok